Уже в 12-й раз Славянский район присоединился к всероссийской патриотической акции Георгиевская лента. За это время маленькая черно-золотая полоска объединила миллионы наших соотечественников. 1 мая в Славянске-на-Кубани по улице Красной начал работу стационарный пункт по сбору пожертвований в помощь ветеранам. Песня, песенка девичья, ты лети на ясным солнцем в свет и пойду на далеко границу, как кофюмки. Впервые патриотическая акция Георгиевская лента была проведена в 2005 году. С тех пор маленькая черно-золотая полоска без лишних слов и торжественных речей объединила миллионы россиян. Молодые люди, так мало знающие о войне, убеленные сединами ветераны, люди разных профессий, политических убеждений, религиозных исповеданий, не скрывая своих чувств, гордо повязывают символы Великой Победы. Сегодня очень важен нам патриотизм. Мы буквально с вами сейчас честовали человека труда, говорили спасибо всем нашим дружинникам, которые работают на экономику Славянского района. Не было бы этого всего, если бы не наши отцы и деды, которые отстояли Великую Победу. И вот благодаря советскому солдату, благодаря его мужеству, патриотизму, мы сегодня живем, трудимся, воспитываем своих детей. Мы должны быть с вами патриотами, мы должны правильно относиться к старшим, мы должны уважать старшее поколение, мы должны быть вместе. И вот эта акция, она объединяет всех нас для того, чтобы мы правильно жили сегодня. История Георгиевской ленты уходит в далекий 1769 год. Именно тогда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Вручали его тем, кто проявил беспрецедентное мужество и героизм на полях сражений. Цвета ленты – черные и желто-оранжевые, означают дым и пламя, и являются символом личной доблести солдата. Акция «Георгиевская лента» – это выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя. Благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому советский народ победил в 1945 году. Для меня это гордость за наших деда-отцов, которые победили в Великой Отечественной войне. И которые воевали за Россию до этого. Поэтому я этим горжусь и с гордостью нашу это место. У меня все деды погибли. Я всех поздравляю с этим праздником. И хочу, чтобы всегда был мир. Для всех людей на планете. Принимая ленточку из рук волонтеров, каждый желающий может сделать добровольное пожертвование. Все средства будут перечислены на счет Краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн. Для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования. «Георгиевская лента» – это символ памяти и уважения. Прикрепить ее к своей одежде – это значит сказать «я помню и горжусь великой историей своей страны». Завершится акция в День Победы. Ее итоги будут подведены сразу же после праздников. Тогда же и станет известно, сколько славянцев приняли в ней участие. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Специально для праздничного выпуска программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова